Оперативной группе российских войск исполнилось 29 лет. Начальник ОГРВ Дмитрий Зеленков в столичном Доме офицеров поздравил личный состав и всех жителей республики и назвал ОГРВ гарантом безопасности на Днестре. Исторически так сложилось, что Приднестровская земля всегда подвергалась нападкам со стороны соперников. И турки, и румыны, и фашисты, и молдавские националисты, и на стражи мира всегда приходил русский солдат. Хотел пожелать вам, конечно же, мира в этой прекрасной маленькой, но гордой республики. Хотел бы заверить всех вас, что мы останемся верными присягами, останемся сохранять тот драгоценный мир, который действует уже более 30-2 лет. ОГРВ была создана на базе реформированной 14-й армии, той самой, которая летом 92-го остановила страшную бойню в Бендерах. Сейчас в основные задачи подразделения входит охрана склад боеприпасов, оставшихся в регионе со времен Советского Союза и обеспечения миротворческой операции. Весь мир на берегах Днестра во взаимодействии с приднестровскими миротворцами, с молдавскими миротворцами осуществляется исключительно вооружёнными силами Российской Федерации, под руководством вооружённых сил Российской Федерации. По случаю праздника начальник ОГРВ вручил личному составу государственные награды. Некоторым военным присвоили очередные воинские звания. Сегодня меня наградили медали участнику миротворческой операции Российской Федерации. Было несколько неожиданно, потому что я даже не знал, что мне её вручают. Значит, командование высоко оценило мои заслуги в военном деле. На торжественном собрании говорили за 29 лет. С момента создания ОГРВ в зоне ответственности российских военнослужащих не произошло ни одного серьёзного инцидента или эскалации конфликта. А миротворческая миссия на Днестре считается одной из самых успешных в мире.